Итак, друзья, сегодня у нас наступает новый день, и мы выезжаем из деревни на острове Катба, отправляемся в город. Подвели предварительные финансовые итоги. Итоги неутешительные, потому что потратили мы 5,5 миллионов донгов. За 2 ночи, получается, да, 2 ночи, в эту стоимость вошло проживание в гостевом доме, питание. Питание здесь не дешевое, потому что кафешек поблизости особо-то и нет. И кушать можно только при доме, а цены здесь, надо сказать, негуманные. Ну и в эту стоимость вошла экскурсия, на которую мы вчера ездили, которую я вам показывала. Она немножко подешевле, если брать ее из самой Катбы, из города, а не из деревни. Ну и трансфер, конечно, накладывает свой финансовый отпечаток, потому что это все тоже не особо бюджетно. В общем, гуляя рванина, мы немножко потусили больше, чем рассчитывали. 70 баксов мы переплатили. Если бы останавливались не в деревне, а в городе, то 70 баксов удалось бы сэкономить. Мы проживали в семье Лан. Лан в переводе с вьетнамского обозначает орхидея. Во всем здесь нам помогал Чил. Чил – это работник, и он же, насколько мы поняли, член этой семьи. Чил отлично разговаривает по-английски. Надо сказать, что он единственный, кто здесь разговаривает по-английски. Все остальные только на вьетнамском общаются. Но они как бы особо не контактируют с теми, кто останавливается в их гостевом доме. Я уже рассказывала о том, что вьетнамцы верят в духов. То есть вера у них может быть любая, но в духов они верят в любом случае. И когда ребенок рождался, ему давали детское имя. И это детское имя больше было похоже на обзывательство. То есть убогий, больной или что-то такое. А в документах они писали настоящее имя, оно так называемое взрослое имя. И почему давалось именно такое обзывательство вместо имен? Связано это с тем, что ребенок рождается слабеньким. И если он умирал, то это значит, что злой дух его забрал. А почему он его забрал? Потому что он показался ему привлекательным. Но в свидетельстве о рождении до сих пор пишется имя, которое ребенок будет носить уже во взрослой жизни. Однако в повседневной жизни это имя практически не используется. И его полностью заменяет уменьшительно ласкательное домашнее имя, которое никак не связано с настоящим. Домашние имена, они короткие и очень звучные. Например, ребенка, мальчика могут назвать пепси или пух. И это будет обозначать, что родителям нравится пепсикола или винни-пук. А девочку могут назвать ангел или яблочко. Может, потому что родители любят яблочные продукты. И вы знаете, даже на тетрадках, на школьных, пишется детское имя, а не то, которое записано у них в свидетельстве о рождении. Судьбоносным именем является имя Ви Онг. И оно обозначает процветание. И, кстати, первый долларовый миллионер, занимающий первое место в рейтинге самых богатых вьетнамцев, по мнению Forbes Vietnam, носит именно это имя. Так что вот такая интересная история, ребят, связанная с вьетнамскими именами. Все не так просто, как казалось бы, на первый взгляд. Вот нас называют, как при рождении назвали, так и назвали. А они могут менять свои имена в течение жизни. То есть пользоваться сначала детским именем, потом в течение какого-то времени взять и поменять имя на такое имя, которое им больше нравится. А вот и Чилл, про которого я много рассказывала, но он не рад, что нам помогал на протяжении всего времени нахождения в деревне. Ну что, выезжаем, выбираемся в город, в цивилизацию. Деревни нам на два дня вполне хватило. Что ж, прощаемся мы с гостевым домом, с Чиллом. Бай-бай. Все, уезжаем. Деревни нам на два дня. Мы прибыли. У нас еще один трансфер. Вы меня сейчас плохо слышите, потому что вы в боксе опять. Опять вас пришлось бокс засунуть, потому что на лодке, когда едешь, очень сыро все заливает. Все, ребят, я вас вытащила из бокса. Теперь снова меня нормально слышно. И что хотела сказать. С того пирса из деревни можно уехать сюда на Большую Землю, ну в город, Большая Земля, громко сказано, только два раза в день. Это в 6 утра ходит паром, и в 12.45 уходит паром. Общественный транспорт стоит он 50 тысяч донгов. И обратно, чтобы вернуться туда, в деревню, из города, уходит в 4 часа паром отсюда. И стоит тоже 50 тысяч донгов. Вот, ну это так, на всякий случай вдруг кому-то пригодится. Нам не пригодилось, мы лодку скоростную нанимали. И решили мы не ждать трансфера до самого города и пройтись пешком. А все почему? Потому что пейзажи здесь очень красивые. Постояли, посмотрели. Пошли дальше. Фотки такие прикольные. Мы заселились. Называется отель Транк Туан Хотел. И мы здесь остаемся всего на одну ночь. И за одну ночь у нас получается меньше тысячи рублей. В принципе, за эти деньги мы получили хороший такой номер. Даже с окном. У нас две здоровые кровати. Да, вид, конечно, из окна не лакшери. Но за такие деньги пойдет. Туалет, ванная. Горячая вода есть. Это уже большой плюс. Еще чайник даже есть. Можно дошиками питаться, если совсем будем бомжевать их. А что так? Заселяемся, разбираемся и идем исследовать город. Итак, ребята. Отельчик наш находится вот в таком вот переулочке, за поулочке. И отель тоже принадлежит какой-то семье. Они там сидят сейчас за общим столом, все кушают. А мы тоже уже проголодались. Пойдем что-нибудь тоже покушать поищем. Заодно узнаем, в конце концов, какие здесь цены на еду. Потому что до этого мы пока еще кушали только при отеле. Ну, при гостевом доме. И даже не знаем толком, что тут по ценам вообще происходит. И есть ли здесь морепродукты. Потому что как-то напряжененько с ними. Ну и вышли мы на центральную улицу. Посмотрим, что здесь вообще есть хорошего и интересного. И впереди у нас пляж. Кстати, на острове Кат Ба три пляжа. И причем вьетнамцы не заморачивались. Название мы так и назвали. Пляж 1, пляж 2, пляж 3. Вот, посмотрим, насколько они красивые, живописные. Вам, конечно, тоже покажем. А у нас наконец-то солнышко выглянуло. Боже, счастье. Солнце. Мы в дождях столько времени пробыли. Уже 4 дня под проливными дождями. Периодически. Так, вот мы выходим к пирсу. Пирсов на этом острове очень много. В общем, мы нашли какую-то модную забегаловку, как обычно. Смотрим, народ сидит. Китайцы сидят. Если китайцы сидят, значит нормально. Даже не смущает то, что они там чистят что-то у себя на коленках. Вроде выжить должны. Возьмем супа 1 на двоих и риса 1 на двоих. Да, супчики от 30. Так, принесли нам покушать рис с морепродуктами и суп. Суп стоил 60 тысяч донгов и рис тоже 60 тысяч донгов стоит. Значит, подводим резюме того, что мы покушали. Рис. Они делают невкусно. Слишком пережаривают его. И морепродуктов в нем практически не наблюдалось. А вот суп, суп очень вкусный. Будем питаться супчиками.